Павел Алексеевич, добрый день. Здравствуйте, Сергей. В четвертый раз будет проходить опрос «Голос Алрос». Я знаю, что вы включены в работу с результатами, поддерживаете этот проект. Хотел спросить, что лично для вас этот проект, в чем его польза? На самом деле, действительно, этот проект, этот опрос, получение результатов этого опроса, это такое волнительное для всех нас мероприятие, которое действительно происходит уже в динамике. И в четвертый раз мы будем его проводить. Прежде всего, конечно, это обратная связь. То мнение, которое наш коллектив говорит о том, как работает у нас компания. Насколько это комфортно, насколько это выгодно для семьи, насколько человек реализует свои амбиции, насколько ему хочется ходить на работу, насколько его слышат, насколько его слушают. Такой действительно реально действующий механизм, в соответствии с которым мы понимаем, как руководители, правильно мы работаем со своими людьми или не очень. Павел Алексеевич, еще про два момента хотел спросить. Анонимность и работать с результатами. С анонимностью, я знаю, во многих промышленных компаниях всегда есть вопросы, особенно при первом опросе. То есть сотрудники, заполняя анкеты, немножко сомневаются, а не прилетит ли, если мы какую-то критику напишем. Но, как правило, если процесс идет правильно, то эти опасения уходят, и активность участия в опросе повышается. Ну вот у вас ровно так происходит, поэтому, я так понимаю, с анонимностью, с конфиденциальностью порядок. Этот опрос проходит полностью анонимно. Результаты обрабатывают также не сотрудники Алроса, а коллеги, которых мы привлекаем. Ну, в частности, это компания Аксесс. Вы компания, которая дорожит своим именем. Соответственно, у нас с вами в этом смысле все очень строго. Есть такие опасения, и они были у наших коллег. Стоит ли говорить то, что хочется сказать или не очень. Но, на мой взгляд, и это видно в динамике, с каждым годом эти опасения уходят. С каждым годом к этому опросу люди подходят более и более откровенно. И, что, наверное, очень ценно, в этих опросах и в этой обратной связи минимум критиканства. Много критики, но минимум критиканства. И поэтому это действительно такой качественный продукт получается, которым можно потом пользоваться. И, собственно, это становится настольной книгой для каждого из нас в работе на следующий период. Это два года, как известно. Отвечая на ваш вопрос, первое, анонимность в том числе и результатов, она гарантируется. Мы никогда не пытались идентифицировать, кто это сказал, зачем он это сказал. И тем более проводить какую-то воспитательную работу с кем-то. Наоборот, повторюсь, это реальный шанс получить такой срез, откровенный срез и, собственно, работать с ним. Для этого этот опрос и проводится. Пользуясь случаем, наверняка будем транслировать это интервью. И хочется сказать всем нашим сотрудникам, я вам гарантирую, что то, что вы скажете, никак не отразится на вашем будущем нашей компании. Никак вам не навредит. Наоборот, то, что вы говорите, это то, что зашьется в план работы на следующий период для каждого из наших руководителей. Спасибо. Павел Алексеевич, тоже по нашему опыту, работая с вашей, с другими компаниями, очень важно, чтобы вот такой рода опросы, это был живой диалог высшего руководства с сотрудниками, чтобы это не превращалось в мертвый ритуал, знаете, в такой ленинский зачет. Когда все давно известно, вопросы известны, ответы известны. И, собственно, у вас так происходит, потому что мы в этом году изменили анкету, ну, потому что время идет, да, какие-то вопросы уходят с повестки, какие-то добавляются. Вот в этом году мы поменяли анкету, добавили вопросы, сделали ее более индивидуализированной под каждое предприятие. Насколько вы поддерживаете вот такое движение? Полностью поддерживаю, потому что, если, я не знаю, помните, вы не помните, но по результатам и первого опроса, да и, наверное, последующих, Алмаза-Набара, они были в лидерах и, по-моему, даже первые места занимали. И красной линией тогда шла ценность именно вот такого живого общения руководителя со своим коллективом. И я действительно всегда это практиковал, когда бывал на промплощадках, тратил там какое-то время 15 минут, 20 минут с ночной сменой, 15-20 минут с дневной сменой, и каждый раз собирал людей, спрашивал, как дела, что беспокоит, какие-то новости рассказать. Сейчас я также продолжаю это практиковать по активам, когда мы осуществляем командировочные такие поездки, стараясь встречаться с людьми, получать вот как раз ту обратную связь. На мой взгляд, это ценно как для наших коллег, так и для меня, как для руководителя, и так и для любого из руководителей, которые представлены в нашей компании. Ну почему? Потому что, наверное, самое главное, то, что мы всегда говорим «мы в Алросе», да, «мы в Алросе», а как можно говорить «мы в Алросе», когда существует какая-то некая дистанция между кем-то. «Мы в Алросе» – это значит «мы». Спросить на разных уровнях, какие сложности, какие проблемы, а что наоборот хорошо получается – это самая ценная и правдивая всегда информация. Ну а для коллег, которые эти вопросы задают или делятся этим мнением, обратной связью, информацией – это понимание того, что никому из руководителей нашей компании не все равно, что мы работаем для того, чтобы нашим коллегам было комфортнее выполнять те задачи, которые мы же сами перед ними и ставим. Вот такая история. Павел Алексеевич, вот вы про дистанцию сказали. Мы в Алросе, вот компания «Аксесс-менеджмент», мы же со многими крупными компаниями работаем, где там счет идет на десятки тысяч сотрудников. И вот я про два момента хотел сказать, что, как правило, в крупных компаниях очень большая дистанция власти, то есть вот топ-менеджмент и сотрудники, они как бы на разных планетах часто живут. Такое создается впечатление. Первое, вот как у вас это. И второе, что никто не любит расстраивать начальство, поэтому часто наверх идет сильно заретушированная, улучшенная информация. Причем на каждом следующем уровне она еще немножко улучшается. И наверху порой создается впечатление, что у нас все идеально, все прекрасно, проблем никаких нет. А компания, у которой нет каналов объективной обратной связи снизу, но она практически теряет управляемость. То есть люди живут в иллюзиях. Знаю, что у вас не так, потому что вот этот опрос – один из таких каналов. Он, конечно, не единственный, наверное, есть и другие. Но как вы с этим боретесь? Потому что для каждой крупной компании это вот реальный челлендж. Я не думаю, что у нас абсолютно идеальная картина. Наверняка то, о чем вы говорите, когда информация, ну, каким-то образом компилируется, превращается в такую общую статистику и доводится до уровня топ-менеджмента, и получается, что вроде как в зеленой зоне. А на самом деле это не так. Такое у нас тоже есть. Ну, можно приводить там кучу примеров. Например, запчасти. Больная для многих компаний и для нас тоже сейчас история, когда запасные части тяжелее приобретать в силу тех ограничений, которые действуют и для страны, и для предприятий. Те запчасти на импортное оборудование, которое есть. Если посмотреть статистику, например, которыми мы часто пользуемся, то, например, обеспеченность запасными частями по некоторым отчетам там 86%. Ну, вроде как это немало, но если посмотреть вовнутрь, что такое это 86%, то бывает картина безрадужная. То есть, если разложить это на комплектность ремонтов, то получается, что далеко не 86% техники, мы этими 86% запчастей можем отремонтировать, а только, например, половину. Потому что самых нужных запчастей, они как раз внутри тех, которые не поставлены. Конечно, такая опасность посмотреть на 86% и обрадоваться есть. Для того, чтобы на самом деле владеть более-менее реальной картиной, нужно спускаться вглубь, общаться и со слесарем, общаться и с мастером. И на самом деле тогда ты понимаешь, что движение как минимум необходимо, и иногда надо не просто двигаться, а бежать очень быстро, иначе твой КТГ станет уже запретительно низким. Но рецепт – это, безусловно, инвестирование, инвестирование времени в такое подобное общение. Я считаю, что это и есть работа руководителя, и поэтому таких инвестиций мы не жалеем. Павел Алексеевич, и вот последний вопрос, который хотелось обсудить, это включенность в работу производственных руководителей, не HR. То есть, по нашим данным, вовлеченность сотрудника, в первую очередь, генерируется его непосредственным руководителем. Точно. И больше всего зависит от этого. В то же время для многих производственных руководителей, директоров предприятий, это как бы не моя тема. Это HR-овская тема, пусть HR-ы и занимаются, но понятно, что если вовлеченность занимаются HR-ы, вот они там на 20% нам это могут повлиять. Я знаю, что у вас многие директора предприятия вовлечены в эту работу, да, серьезно к ней относятся, но в то же время не поголовно, да, не 100%. Поэтому вот как вы сами к этому относитесь, насколько вы считаете это своей, не своей темой, там, приватизировали вы ее, и как быть вот с руководителями предприятий? Это абсолютное требование, которое у меня есть всегда, к нашим руководителям, инвестировать свое личное время именно вот в такое подобное общение. Здесь надо, наверное, разделить вопрос на две части. Первое – это желание-нежелание руководителя этим заниматься, но это, наверное, вопрос воспитательный, потому что действительно это общение не всегда просто, правда? Надо воспитывать в себе способность это общение все-таки производить, вот, эту обратную связь получать и делать правильные выводы, потому что действительно, когда человек наделен властью, у него есть возможность этого не делать, вот, но ценность руководителя как раз в том, чтобы властью пользоваться правильно. И вторая часть – это когда мы должны формировать условия и давать возможность руководителям такое общение производить. Ну, о чем я говорю? Например, мастер, который выдает наряды. У него для этого совершенно небольшой период времени, да, пересменка. Он в течение этого периода времени должен проверить и запросить обратную связь у смены, которая пришла со смены, дать непосредственно наряд задания новой смене, проинструктировать по вопросам техники безопасности, проверить обеспеченность СИЗАМИ, ну, и всякие разные вот такие мероприятия, которые любой мастер обязан делать. Повторюсь, у него на это времени, ну, совершенно немного. И часто вынужденно мастера делают это частично формально. «Распишись здесь, посмотри туда, до свидания». Мы, как компания, должны формировать в том числе условия для того, чтобы у мастера была возможность не тратить время на механические действия, чтобы у руководителя на любом уровне было время как раз реально спросить у коллеги, все ли в порядке, ничто ли не беспокоило в течение смены. Ну, а для этого там сейчас, например, разрабатывается электронный наряд задания, когда коллега уже не тратит время на то, о чем я сказал, а у него будет появляться возможность подумать, порассуждать вместе со своим коллективом. Ну, вот, наверное, две части одного вопроса. Первое – это однозначно вопрос привития культуры такого общения, а второе – формирование возможностей для такого общения. Супер. Спасибо большое, Павел Алексеевич, за то, что нашли время поговорить о проекте «Голос Алроса». Вам большое спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...